До начала сентября правительство представит программы поддержки населения в связи с ростом цен. С таким поручением обратилась к министрам премьер Наталья Гаврилица. «Нам нужны новые программы. Не позднее 1 сентября у нас должны быть программы для различных категорий населения, в первую очередь граждан с низкими доходами. Нужно понять, сколько таких граждан и ориентировать поддержку на них. Да, мы не сможем помочь всем, но государство должно быть рядом с людьми, нуждающимися в помощи», – сказала глава правительства. Министр труда Марчел Спэтарь доложил, что подготовка проекта по расширению социальной помощи находится на последней стометровке. Также идёт работа над программой компенсации за газ, отопление, электричество и над программой субсидирования замены бытовой техники для наиболее уязвимых слоёв населения. Министру окружающей среды Юриане Катаранжиу поручено заняться вопросом обеспечения населения дровами в приоритетном порядке. «Необходима программа обеспечения дровами, чтобы предотвратить рост цен, если необходимо затребовать внешнюю поддержку», – сказала премьер. Стратегия продовольственной безопасности страны должна быть доработана и представлена общественности на следующей неделе для консультации. По словам главы правительства, в контексте сложной ситуации должна быть предсказуемость. Наталья Гаврилица отметила, что были предприняты исправления в бюджете и должно быть очень ясно, как и куда перенаправляются дополнительные ресурсы, в том числе в условия, когда было решено компенсировать в полном объёме акцизный налог на дизтопливо для малых и средних предприятий. Также был рассмотрен вопрос о субсидировании каждого литра молока, однако необходимо принять решение о механизмах его реализации. Премьер-министр также сказала, что власти стремятся увеличить и возможности хранения. «Все эти вещи и стратегии должны быть завершены, документ должен быть проконсультирован со всеми, чтобы была предсказуемость, чтобы не было беспокойства в секторе. Все понимают, что нас ждёт сложная осень из-за войны в Украине, особенно проблемы с логистикой», – отметила премьер. Министр Виорел Герчу уточнил, что в начале следующей недели проект будет готов для внутренних консультаций, а в конце недели будет представлен широкой публике.